всем привет вот и настал день x завтра рано-рано утром мы вылетаем в италии сегодня я собираю вещи это просто что-то с чем-то я я всегда их собираю в последний день у меня это золотое правило потому что на мой взгляд это лучший способ ничего не забыть потому что ты сразу складываешь и видишь то что пойдет в чемодан и ну в общем я всегда именно так делаю сейчас все собираю действительно мыслей куча что брать на холодную погоду на теплую погоду для себя для ребенка для дома для улицы все вот это складывается в кучу себе конечно же я возьму по минимуму в основном все будет для маркуса опять же что-то наверняка мы купим там я надеюсь погода в италии сейчас теплее чем в германии лучше чем в германии до плюс 12 плюс 15 мы приедем на этой неделе будет солнышко по прогнозу на следующий дожди но я месяц целом мониторила погоду постоянно заглядывала где-то пару раз в неделю и постоянно погода менялась то там дожди бесконечные то солнышко в общем но радует что там очень редко такое бывает что если дождь с утра то он до вечера обычно если с утра начался он пройдет за час и все дальше солнышко поэтому я надеюсь что погода нас порадует и действительно хочется солнца по которому уже соскучились хотя сегодня тоже вот на солнышко выглянуло с утра дождь лил не переставая а сейчас уже даже следа на асфальте не осталось все сухо на что я голословно давайте сразу и покажу смотрите да уже весь асфальт все сухое и небо такое интересное там лучи солнца выглядывают тут чистое а тут еще вот видно что дождевые облака остались начала потихоньку вещи выкладывать сейчас я сложу днем все на кровать а муж потом уже когда придет будет чемодан укладывать потому что он у меня мастер хорошо складывать вещи гринчи в костюмчики мы поедем этот костюм взяла гулять и 2 с микки маусом это у нас на улицу потом шарфик шапочка тоненькая потому что там все-таки теплее рубашечку одну тоже взяла если куда пойдем этот курточка в теплом комбинезоне а куртка будет на замену если что потому что я думаю что в комбинезоне будет жарко потом два боди с коротким рукавом с длинным брать не буду потому что смысла в них нет все равно это под костюмы будем надевать потом пижамку спать тонкую и пижамку теплую тоже посмотрим как там будет штаны это если что вот под куртку надевать будем потом кофты мама мужа сказала что дома холодно поэтому кофточки домашние лучше взять теплые поэтому я взяла один такой тонкий джемпирог и теплые кофты вот эту вот эту если что тоже можно на улицу надевать и эти в тоже это с капюшоном кофточка и вот это вот на очень очень такая мягкая тоже мы посмотрим либо что-то на улицу либо дома потом пледик вот этот он такого маленького размера это я хочу в самолет взять если что может или прохладно будет или как под голову он очень мягкий потом не промокашка тоже на всякий случай слюнявчик этот дома этот на улицу с собой брать маленький полотенчик носочки носочков я еще больше положу пока только эти взяла и тут у нас штанишки тоже для дома взяла два три 4 5 6 7 8 8 штанов взяла это дома чтобы если без подгузника ходить ну и опять же чтобы тепло было и в принципе на этом из одежды я думаю для марку со все больше брать не буду ничего именно из того что одевать я думаю на неделю этого точно должно хватить тут на комоде тоже у меня house сваливаю все в кучу здесь аптечка ее содержимое тоже покажу отдельно контейнер взяла это чтобы еду с собой брать которую будем дома готовить ложки потом тут по мелочи сухой шампунь гель для душа я не буду брать с собой целенаправленно большие потому что там конечно же у мамы есть я буду пользоваться просто здесь у меня чуть-чуть осталось хочу их уже закончить поэтому шампунь бальзам гель для душа это для рук дезинфицирующие средства потом зубная щетка всегда в дорогу берем такие простые потом там же их выкидываем чтобы домой не вести и крем для рук это пакеты в самолет вот с такой не застежкой положу туда может игрушки или посмотрим еще наш паспорт от самое главное а и взяла вентилярную воду косметику смывать косметику тоже еще не собирала потому что все равно краситься буду тут подарки про них тоже отдельно еще подарки и сережки взяла с собой три пары свои любимые деревянные тоже кстати в италии мы покупали это вот получается мама уже мне подарила вот эти серьги и голубенькие такие вот возьму на замену и подгузники решила с собой много не брать в общем 10 взяла это на первое время чтобы первый там день-два не бежать в магазин чтобы дома были едва в дорогу возьму а так конечно же лучше там купим что касается аптечки тут у меня градусник витамин d таблетки от горла гель для зубов потому что они у нас все еще режутся капли от насморка смесь для животика если вдруг новая пища не пойдет потом здесь одноразовая пеленка чуть-чуть влажных салфеток и бупрофен жаропонижающие обезболивающие ну и сухие платочки положила до кучи наборчик такой и конечно все это уже в последнюю очередь будет складываться провода зарядки зубная щетка паста духи различные там антиперспиранты ноутбук обязательно возьму потому что если будет время может даже видео буду делать в процессе не рассчитываю что получится что время будет и выкладывать буду видео непосредственно из италии не дожидаясь возвращения и конечно же камерой все 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 это тоже в последнюю очередь уже положим я решила что я поеду с чемоданом ну у меня багаж да я оплатила 20 килограмм и обычную кладь брать не буду потому что у нас чемодан который для ручной клади он по нормам изи джет не проходит у них максимальная высота чемодана должна быть 56 сантиметров а он у нас где-то с ручкой получается 58 59 я знаю что у них строго потому что мама часто летает мужа именно изи джет и я не хочу рисковать не хочу что так получилось что я пришла мне в аэропорту говорят оплачивайте второй багаж потому что у вас ручная кладь на два сантиметра больше нет это не так важно рюкзак возьму просто свой и если по необходимости посмотрю если не все поместите эту небольшую сумку еще для маркуса возьму потому что для ребенка можно брать отдельную сумку ее нормы я тоже посмотрю в интернете вам напишу вот здесь и я думаю что этого будет достаточно что все вместится комфортно а еще я решила брать коляску потому что там уже в италии нас коляска ждет мама взяла у подруги вторую коляску чтобы там комфортно ездить и поэтому я решила что наша нам не понадобится в аэропорт мы поедем на машине там меня тоже встретят в самом аэропорту я лучше маркуса пешком вымотаю пусть он там набегается и в самолете я надеюсь что он будет спать а когда прилетим получим багаж уже я его на чемодане могу вести чтобы не на руках ну либо ножками думаю что справимся стопы решила не брать потому что это только в тазик пытается залезть укладывается в общем решила тоже столик не брать потому что это глупо это таскаться действительно мне и рук не хватит лучше уже неделю там покормим на коленках разберемся как-нибудь вдвоем точно справимся в общем я вся в нетерпении и на эмоциях вечером еще поедем в нужно немножко закупиться с собой и ребятам здесь чтобы муж после работы по крайней мере первое время не заезжал ну и приготовлю тоже немножко чтобы было чтобы не голодали мои ребята ну шучу конечно нет что что оставляя старшего сына с мужем я могу совершенно ни о чем не волноваться еще цветочки жалко оставлять они такие красивые такой прекрасный букет а я уезжаю когда вернусь они уже все завянут ну собственно себе я возьму майку и штанишки домашние джинсы в джинсах в других поеду в принципе и все две пары носочков домашних и три пары на улицу ходить и возьму 4 кофточки 2 со своими любимыми мелкими цветочками новенькую и вот зеленую и 2 возьму однотонные вот эту кстати я в италии покупала вот и в принципе я думаю мне хватит платье никакие не буду брать потому что если платье это нужно обувь какую-то брать другую и в принципе куртку ну в общем все это по платье тоже подбирать нет это много не хочу пусть мне в первую очередь будет удобно потому что в поездке с маленьким ребенком это точно важнее тогда я с мужем да тогда уже у меня и платьишки и вещей можно взять в куртке поеду в кожаной которая полегче чем то в которой я хожу сейчас потому что там я надеюсь все таки будет теплее и вот поеду получается в джинсах и водолазки с горлышком которая будет у меня там если что чтоб не холодно и ботинки какие ботинки одеть я еще не решила или хочу серые одеть однотонные они как замшевые или хочу одеть резиновые в цветочек дилемма просто если будут дожди то конечно мне удобнее поехать в резиновых потому что без проблем я смогу где-то гулять да и это не будет никакой проблем потому что в замшевых под дождем не походишь а с другой стороны если мы под дождем не будем ходить то мне наверное удобнее будет замшевых или они жарче в общем я не знаю я не особо представляю какая там погода каблуки тоже брать не буду потому что хочется побольше погулять чтобы опять же было удобно вот такая правда первый раз я куда-то еду одна с ребенком тем более без мужа мы много лет с ним вообще не разлучались вот только в роддоме когда лежала тогда несколько дней мы были не вместе это все равно каждый день виделись а тут так чтобы уезжать для меня это очень непривычно и волнительно съездили мы закупились уже вечер темно как обычно быстренько покажу да не буду сильно подробно расписывать взяли килограмм фарша ребятам я думаю котлеты сделают там картошка мясо с ленина бумажный пакет от лидалов нам в подарок дали кола без сахара рыба селедка вот такую мы все время берем лидал на шубу или так поесть взяла с собой в италию мама мужа очень любит а в италии селедки почему-то не бывает не знаю почему но помню это я взяла и еще одна пачка 3 это с луком с одной думаю делаем шубу и две мы же так съедим сосиски купили третье я уже распечатала мы сейчас быстро поужинаем и пачку макарон остальное они уже там сами возьмут а еще туалетную бумагу взяли большую пачку 20 рулонов и быстренько по ценам если опять же кому интересно картошка 165 рыба по 129 без разницы с луком или без так сосиски 119 за пачку макароны 59 центов кока-кола 1 евро 9 центов плюс фант пакет вот 15 центов что я сказала в подарок бумага туалетная 549 мясо 349 за пол килограмма и фарш 498 за килограмм далее мы заехали заправиться очень хорошая цена была сейчас за топливо за дизель 1 евро 169 после запятой и мы залили все что влезло в наш бак нас был не пустой и самая интересная покупка вот которую действительно я хочу уже поподробнее показать эта покупка из росман вообще я очень редко покупаю там такие какие-то большие закупки потому что очень много всего приходит на тестирование здесь этим я не так сильно нужна из бытовой химии но сейчас покажу потому что опять же мы урвали очень классные скидки мы купили себе две зубных щетки наши уже старые мы их покупали еще в россии и это было не знаю 5 наверно назад понятно что насадки мы меняли на сами щетки тоже уже испортились они уже зарядку не держат и сейчас мы купили нам две новые щетки большая упаковка потому что тут еще аккумулятор так по ценам тоже обязательно все расскажу помимо этого мы взяли 4 насадки сменные вот такие и еще шесть насадок вот таких в общем это сумма конечно сразу хорошая потом тут взяли для маркуса кашку это я взяла уже на всякий случай мы в основном уже не едим такие каши но если вдруг экстра нужно приготовить когда у меня нет особо времени варить чтоб кашка была мюсли это у нас на завтрак стрейч у нас закончился губки для посуды краска для тоже для мам моего мужа она попросила она вот эту покупает все время в италии она тоже продается но стоит гораздо дороже чем у нас поэтому она попросила взять ей и самое интересное я забрала две последние пачки больше этого цвета там уже магазине не было так что может сказать повезло потом вот этому купили диме я им еще не показывала поэтому я не буду озвучивать что это в общем этому впереди не это у нас квечи тоже ребята в нашем и опять же при покупке вот этой упаковке четверной вот этих фруктовых пюре кубики в подарок мы уже брали такие две упаковки раньше и сейчас еще показала еще одни мюсли купили ватные диски здесь новая тарелочка у нас для маркуса и молоко все ничего не забыла у нас тут самом-самом дне немножко понятно давайте посмотрим что же особо интересного у нас здесь так вот две щетки они сейчас по скидке за 17.99 вообще они стоят около 35 по моему евро ну вот да 50 процентов скидка то есть 35 98 мы отдали за две щетки потом 13.79 это упаковка из шести насадок тоже сейчас по скидке и еще одна пачка за 9.79 в итоге потому что в приложении ростман есть скидка при покупке товаров урал би электронных на сумму от 50 евро еще 10 евро скидка то есть у нас вообще получилось очень хорошая такая покупка и скидка вот это один цент скидка то что baby штайны вот эти кубики ну и как обычно 10 процентов на все и смотрите изначально была сумма 114 68 заплатили мы 91 96 ну конечно очень здорово и теперь уже окончательно собранный подарочный набор я могу вам рассказать ну как я уже сказала селёдки крепачки потом парфюм для стирки ленор мне он очень нравится запах я так не очень люблю а сам парфюм очень классный потом шампунь фруктис им пользуются мама моего мужа гель для душа это для путешествий маленькие потому что она сейчас в россию поедет в отпуск и так очень удобно брать с собой маленькие так это дезодорант далее это варенье из кабачков я обещала что оставлю ей тоже попробовать и вот с собой решила увезти ну я да экстравагантные подарки крем для рук две бутылки хуга это алкоголь ну я думаю местный немецкий не знаю может конечно не здесь производится шоколад 55 процентов какао немножко ближе к темному чай ромашковый чай от мессмер помните я показывала что нам в подарок пришел чай вот в таких контейнеров тот чай который мы показывали подарок мы выпили и здесь я сделала новый набор такой ассорти чая и увезу тоже ей в италию так это пакет в магазин ходить тоже мы такие пакеты любим у них в италии это редкость у них пластиковые обычные пакеты поэтому он периодически отвозим красивые цветочные пакетики туда конфеты вишня в шоколаде это тоже ее любимые и вот эти бананы в шоколаде тоже наши любимые они очень вкусные нежное такое там желе внутри и две пачки краски для упаковки здесь завернула так на скорую руку в общем это бритва тоже она была немножко на видео мелькнула в подарок итальянцу другу маму моему вот еще пакет у меня с краю стоит мы пойдем в гости к подруге там и у нее маленькая доченька поэтому купили такое медвежонка машинку за которой я говорила что мы вернемся мы вернулись за ней деревянную она такая с девчачьим узором машинка потом молочко для тела здесь влажные салфетки не буду их доставать ей тоже один гель для душа и антиперспирант маленькие путешествовать потом взяла еще ложечку для квечи пирожечек и вот такие две штучки это батончики из сухофруктов маркусу очень нравится мы достаточно часто покупаем они в ростом продаются во многих продуктовых магазинах они тоже продаются тоже я не знаю если в италии или нет я понятия не имею какой ассортимент товаров для детей в италии потому что я на собственном опыте знаю что ассортимент детских товаров от стран всегда сильно меняется и в германии намного выбор меньше чем в россии но есть вот такие батончики которых например не было когда дима был маленький может быть сейчас и они уже появились в общем не знаю взяла и шоколад такой небольшой такой небольшой набор все я к вечеру уже окончательно замучена выгляжу суматошный был день действительно устала голова уже грязная сейчас я пойду в душ муж будет собирать у меня чемодан завтра в 7 утра у нас самолет это видео я выложу специально когда мы уже благополучно я надеюсь приземлимся в италии чтобы мама моего мужа раньше времени не видела подарки которые мы для нее приготовили ну собственно чем богаты тем и рады давайте я вам наверное еще покажу что я беру с собой в самолет что я положу в рюкзак за но здесь у меня в первую очередь конечно уже лежит кошелек и пара игрушек это машинка и монстрик в общем это у нас для маркуса далее положу не знаю вмещу наверное вмещу это знаете женская способность до впихнуть невпихуемая в общем набор игрушек это новые специально в коробочке чтобы было интересно играть книжку тоже я еще не давала не давала ему еще вот эти в самолете чтобы было нам чем заняться если он не будет спать бутылочку обязательно одну и еще потом вторую принесу паспорта это само собой потом крекер и перекус для меня пшеничные звездочки перекус для маркуса вот эти два батончика что как я и говорила маркусу тоже потом квечи на всякий случай если проголодается если задержат рейс или где-то что-то будет мы долго задержимся пол литра сока и 300 миллилитров воды на 0.33 потом шапочку возьму с собой и полностью сменный комплект одежды это у меня будет микки маус ну за исключением конечно куртки и косметичка здесь у меня подгузники два подгузника влажные салфетки и пеленка это если нужно будет одеться вот и все это все что я беру с собой в самолет надеюсь что этого будет достаточно и все я схожу в душ и постараемся может быть пораньше лечь спать не знаю как получится если в 7 самолет в 5 начинается регистрация багажа всего этого 6 20 заканчивается то есть где-то в 5 5 30 мы хотим быть в аэропорту то есть где-то в 4 нам нужно выехать то есть где-то в 3 нужно встать может тоже в 3 в пол четвертого поэтому спать нам недолго это ладно мне еще особо сил там может и не надо как я вымытаюсь с маркусом не знаю но мужу еще и работать целый день ехать поэтому может быть получится действительно пораньше лечь спать отдохнуть вот такие вот дела увидимся с вами уже в италии спасибо за просмотр всего хорошего и пока пока вы